Писать красиво нелегко. Эти замечательные строчки стихотворения Сергея Михалкова могли бы стать девизом к сегодняшнего дня. Международного дня почерка. В первом классе урок письма один из самых важных. Сначала необходимо научиться писать правильно и красиво. Считают учителя начальной школы и используют для этого самые разные методы. Кроме уроков письма этого недостаточно для того, чтобы повысилась каллиграфия, чтобы ребенок писал красиво и правильно. Мы еще на уроках технологии, на уроках проектной деятельности делаем различные поделки. Работаем с бумагой, с ножницами, клеем, с пластилином, с различным природным материалом. Чтобы дать рукам отдохнуть, несколько раз за урок – пальчиковая гимнастика. Тоже форма работы над красивым почерком. Буква за буквой и первоклассники выводят слова. Не у всех сразу это получается, но каждый знает – терпение и труд – залог успеха. Таня Костригина, как и многие привеженные ученицы, старается и считает, что уже научилась красиво писать. Красиво писать нужно для того, чтобы быть отличником. Ее сосед по парте Данил Чистяков уверен, писать красиво должны не только представительницы прекрасного пола. Вдруг какой-то мужчина будет писать статью про хоккей. Про хоккей. Понятно. А для чего тебе еще конкретно? Тебе нужно уметь красиво писать. Чтобы тоже стать отличником. Профессиональный наставник и современные технологии, конечно же, помогут ребятам научиться красиво писать. Но пока у них почерк только формируется. А вот у взрослых он может рассказать о многом – о характере, способностях, о месте в обществе. Так по почерку научились определять преступников и террористов. По наклону и форме букв графологи могут выяснить, в каком состоянии находился пишущий записку человек, заболевания, какими он страдает, даже настроение в конкретный момент. Особый почерк, как известно, у медицинских работников. Разобрать его порой, ох, как непросто. Есть такой смешной анекдот. Знаете ли вы, почему доктора никогда не получают подарки на Новый год? Да все потому, что Дед Мороз не может разобрать их почерк. Александр Поцелуев – один из представителей этой благородной профессии. Но в противоположность своим коллегам пишет достаточно понятно. Почерк у меня читаемый. Самое главное. А сейчас решили эту проблему с почерками и перевели на электронные носители. Поэтому сейчас все осмотры, даже выписка рецептов, печатается на компьютере. Клавиатура в наше время действительно во многих профессиях заменила письмо. Так неужели скоро мы совсем разучимся писать? И ручка, некогда пришедшая на смену гусиному перу, тоже уйдет в историю? А пальчиковая гимнастика для наших правнуков станет просто веселой забавой. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.